Приветствую всех! Сегодня у нас на распаковочке фирма БСД Рейсинг. Это Китай. Вообще об этой фирме я узнал, скажем так, недавно, когда лазил по сайту и смотрел самые дешевые тачки в десятом масштабе. Вот это одна из самых дешевых тачек в десятом масштабе. Так, ну давайте опять мы сразу все достанем оттуда. Опа! Инструкция и все. Скромно, скромно. Вот такой автомобиль у нас. Шучу, сейчас достану. Стоп, стоп, стоп. Ну так-то просто. Так, китайцы. То есть ожидать здесь супер качество не стоит. Это коллектор. Ожидать супер скорости не стоит. Что-то тут вообще уже. Так, короче, придется ломать. Заднее вроде высовывается, вырисовывается. Переднее рвать. Иначе можно сломать рычаг случайно. Потянул не там. О, смотрите-ка, весь корпус запакован у нас тут. Да, даже Химото Катана не могла похвастаться таким. Так. А, вот в комплекте, значит, инструкция у нас. Это заднеприводная у нас, коллекторная тачка. Давайте я про турцию сейчас покажу. Сам даже не знаю, какая она там есть. Поэтому сейчас посмотрим. Сейчас все еле распаковывается. Так, вроде в комплекте еще аккумулятор должен быть, поэтому подозреваю, что вот это у нас зарядочка. Зарядочка, да. Вот с таким вот разъемочком. Не томиевский, удивительно. Обычно томиевский на таких дешевых, да, там, скажем так, на стоковых аккумуляторах. Так. Вот здесь еще что-то. Для бинда, значит, аппаратуры и трубочка для нашей антенки. Кнопочка on-off была нажата, значит, была включена, но там нет аккумуляторов. Здесь у нас зарядочка. Не резиновая, в смысле мягкая колесика, но довольно-таки удобная аппаратура. И все у нас вот здесь вот настроечки, минимальные реверсы вижу, двойные расходы руля и триммер руля газа. То есть двойных расходов газа здесь нет. Это минус, но он питается четырьмя пальчиками аккумуляторами, это плюс, поэтому плюс на минус дает 0. Так. Снимаем, значит, нашу эту защиту всю. БСД. Чем понравилась, это такая, смотрите, довольно-таки высокая, да? То есть ее по-любому можно так поднять, но зад нет. Перед у нее все-таки выше как-то стоит. Фух, блестящий корпус. Ну, корпус реально довольно-таки прикольный. Нет, с виду она мне однозначно понравилась, но здесь задний привод, здесь коллектор, но здесь привлекательная цена. Так, смотрите, как криво установлена кнопка. Не где-то по центру, но так, взяли, прилепили, там, а, алло, Васек, тыш, поставили. Ну, это ладно, это все мелочи на самом деле, придираться к этому так не стоит. Аккумулятор. А, вот так вот вытаскивается у нас, здесь вот фиксируется. Ну, в принципе, не знаю, нужно ли это, нет. Так, металлогидрид, естественно, здесь на 1800 мАч. Здесь потому что у нас коллектор, да, глипошками не комплектуется. И хочу заметить, что здесь вроде как у нас влагозащита есть, да. Как можно говорил уже. Значит, коллектор не боится, регулятор у нас, скорее всего, влагозащитный. И серва, скорее всего, тоже влагозащитная, но это нужно проверять. О, здесь у нас регулируются амортизаторы резьбой на корпусе, колесики. Ну, вполне, вполне ничего так на первый взгляд. Как Растлер от Траксиса имеет два разных вида резины. Сзади у нас один рисунок протектора и спереди вот такой вот направленный, скажем так. Ну, вполне, ну, вроде как, вот этот зад как-то непонятно работает, да. Перед послабее. Так, наверное, надо заводить ее, смотреть. Смотрю проклейку колес. В принципе, держится, но коллектор. То есть супер мощи не будет, поэтому колеса могут даже не начать сами по себе отклеиваться. Как бывает, это на некоторых тачках, на которых, ну, стоит мощный мотор, да, и штатная поклейка колес вообще ни о чем, и они быстро, буквально за пару аккумуляторов могут начать отклеиваться, и нам нужно будет возиться, все это дело приклеивать. Так, давайте посмотрим, как же у нас аккумулятор сюда, удобно или неудобно ставить-то. Так, что-то я не понял. Где-то зажимать, что ли, его там? Или наоборот? А, вот, сзади он туда. Ну, не крепко, я хочу сказать, будет держаться, конечно. То есть вот так вот болтыхается у нас, и оттуда, как мы видим, он вот так вот может выползать. А может вот так вообще вылететь. Так, короче, я понял. Ездить надо аккуратно, сильно не прыгать, и аккумулятор не будет вылетать у вас. Тогда мы сначала так запустим все это дело. Включаем сначала аппаратуру, да, не забываем. Потому что, мало ли, наш автомобиль поймает какой-то сигнал некий, и поедет куда-нибудь сам. Вот антенка. Значит, говорил я, да, про трубочку. Вот здесь вот у нас антенка от нашего приемника. Но она, в принципе, нормально торчит, и я не понимаю, куда здесь трубку. Куда трубку-то поставить можно. Так, приемник вот там. А, кстати, даже если здесь у нас влагозащита установлена, то приемник полностью открыт. Вряд ли он у нас там полностью загермечен. На первый взгляд я вот вижу, он у нас как есть приемник, да, так и есть. Поэтому лезть по лужам не стоит, иначе приемник придется поменять. Но, к счастью, он не связан с аппаратурой никак. То есть с регулятором не два в одном, а отдельно. То есть можно купить отдельно, если что. Так, контакт есть. Это работает. Не забываем обкатать коллекторный двигатель. Ссылочка вот здесь, как это делается. И сейчас я на малых оборотах просто включу его. Так, тут едет и едет. Все, значит, все работает. Сейчас я его буду обкатывать. Занятие быстрое, но нудное. Выключаем, выключаем. Аккумулятор можно посадить, в принципе, до нуля. А потом его уже заряжать. Ну что ж, скажу. Значит, дешевая цена, да. Но мы получаем задний привод, коллектор и китайцы. Вот. Посмотрим. Скорость будет маленькая. Вот интересные здесь брызговики. Резиновые, кстати. Не пластиковые никакие. Резиновые, как на шортах, плитца, сока и все такое. То есть, ну, довольно-таки интересно. Вот. Собственно, все, наверное. Будем смотреть, будем проверять. Пошел я его обкатывать. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки. И все. Всем спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.